Аким Алматинской области Марат Султангазиев с рабочим визитом посетил Кигенский район. Это первая в этом году встреча с населением этого отдаленного уголка области. Во время прошлого диалога с жителями в протокол было внесено 13 вопросов. Немало пожеланий было и в этот раз. Тему продолжит наш корреспондент. Встреча с населением началась с отчета исполняющего обязанности Акима Кигенского района Кенеса Кабулбекова. Ознакомив с уже проделанной работой, он остановился на проблемах, которые были озвучены населением на прошлой встрече с Акимом области. По его словам, в прошлый раз в протокол внесли 13 вопросов. На сегодняшний день исполнено одно обращение. Еще 11 находятся на рассмотрении по выделению бюджетных средств. Один из пунктов в списке озвученных проблем оказался не в компетенции районного и областного Акиматов. С учетом мнения жителей была разработана специальная карта, куда входит около 200 актуальных проблем Кигенского района. Жители рассказали нам о 42 проблемных вопросах. Все они касаются сельскохозяйственной сферы. 27 из них находятся уже на стадии решения. По остальным 15 вопросам подготовлены необходимые документы, поданы и бюджетные заявки. Хочу отметить, что одним из наиболее часто задаваемых вопросов со стороны сельских жителей является возвращение сельскохозяйственных земель. Для обеспечения сельских жителей пазмичными угодьями районным Акиматом утверждено и выделено для эксплуатации более 58 тысяч гектаров пазмичных земель. Несмотря на то, что в регионе основное число жителей занимаются животноводством и сельским хозяйством, результаты некоторых направлений неутешительны. Так, в прошлом году производство мяса сократилось более чем на 6 процентов, молока на 0,6 процента. Как следствие, в сельском хозяйстве снижается объем валовой продукции. Несмотря на то, что в районе имеется 4 откормочных площадки мощностью более 6 тысяч голов и одна молочно-товарная ферма на 400 голов, они стоят пустые. Так, учитывая достаток в поголовье скота, в регионе действует только одно предприятие по производству мясных продуктов. Для такого района это очень низкий показатель, резюмировал Марат Султангазиев. Заместителю Акима области Рахимбекова Равана управлением сельского хозяйства земельных отношений совместно с Акимом района поручаю открыть производство по переработке сельскохозяйственной продукции с привлечением инвесторов, усилить работу по реализации сырья крестьянскими хозяйствами области для полноценного функционирования перерабатывающих предприятий, строительство овощехранилищ, оснащенных современными технологиями, возврат неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и продолжить работу по рациональному использованию земель. Во время диалога жители села Булексас подняли вопрос отсутствия питьевой воды. По их словам, в 2021 году населенный пункт должен был быть включен в систему водоснабжения, но из-за безответственности подрядчика в селе все еще отсутствует источник питьевой воды. Если все финансовые вопросы решены, то почему у нас до сих пор нет питьевой воды, негодуют жители. Уже прошло три года. Эта проблема была известна еще, когда Аким Аббалбаталов. Вы уже третий Аким. Почему, если бюджет выделен, воды еще нет? Нам говорили, что работы завершены на 95%. В чем проблема? Я прошу решить эту проблему от лица всех жителей села Булексас. Строительство начато, завершено должно было быть в 2021 году, но из-за вины подрядчика дела остаются незавершенным. По решению суда, подрядная компания обязуется завершить все работы до конца июня текущего года. Выслушав многочисленные жалобы в адрес водоснабжения и подрядчика, Марат Султангазиев решил напрямую задать вопрос ответственным за водоснабжение. Приносим свои извинения. В ближайшие недели мы завершим все работы. Населению есть причина возмущаться, потому прошу вас завершить все работы до того срока, который был постановлен судом. В районе также имеется проблема с образовательными учреждениями. Жители села Тасаше попросили провести капитальный ремонт сельской школы. По их словам, здание находится в аварийном состоянии. Зданию требуется капитальный ремонт. До этого уже было сделано экспертное заключение. Теперь нам нужны определенные средства. Я прошу вас помочь в решении этого вопроса. Поезда я уже готова. Требуется около 1 миллиарда тенге бюджетных средств. 1 миллиард – это очень большая сумма. Если у вас все документы готовы, отправьте заявку. Далее управление образованием. Совместно с управлением экономики решит этот вопрос в порядке очереди. Отметим, что на встрече было немноголюдно. Тем не менее, жители озвучили немало актуальных проблем. Среди которых были вопросы о скотомогильниках, дорогах, детских садах и жилых домах. На каждый вопрос Аким и руководители управлений предоставили развернутые ответы. В свою очередь оказалась весьма активной молодежь района. Проявив инициативу, они решили поблагодарить Талгата Боядилова, который руководил Кигенским районом пять лет. В знак уважения, согласно народных традиций, ему на плечи накинули шапан. Отметим, что Талгат Боядила в настоящее время занимает должность председателя Алматинского областного маслехата. Все озвученные проблемы взяты на карандаш и будут решены по возможности.